Ребят, всем привет, новое видео, сегодня мы с Анютой Акуку готовим бабл чай, едим превосходные суханчичи, а точнее сухинчичи, меня здесь не происходит, просто напосно, конечно, Анюта, давай иди. Кофе, прости, я хотела просто сказать, что у нас сегодня не просто big cooking, cooking show, бабл чая, а у нас еще big beer breakfast, big beer breakfast and сухинчичи breakfast also. Я пару часов назад проснулась, норм идея пить пиво днем, это круто. Это не круто, но нас завоебило, так что не ругайтесь. Я назову очень трезвая готовка. Что же нам нужно для приготовления бабл чая? Первое, замороженная черника или клубника и сахар, но я взяла вот такую штуку. Да, это же джем. Написано, дробленая малина с сахаром. Для бабликов, короче, нужно будет дробить якобы ягоды, поэтому я решила сразу, чтобы там этим не заниматься, взять дробленую малину с сахаром. Я решила взять, тут обычно черника или клубника, но как будто малина, мне показалось, что это вайп реально. Далее вода, вода у нас есть, крахмал, картофельный крахмал, надеюсь, он нам подойдет, молоко, сироп по вкусу, то есть сиропа я, разумеется, не взяла, потому что я взяла вот такое молоко. Миндальное? Оно миндальное, не, оно лесной орех и этот пекан. Я подумала, что он уже со вкусом, поэтому кто хочет молоко со вкусом, кто хочет молоко обычное. Да, банановое есть. Тоже, можем их с банановым попробовать. И лед. Еще мы добавим черный чай. Вот все ингредиенты. Сейчас мы будем делать в шарике. Подожди, это же бабл чай, он типа... Он должен быть с чаем, но тут... А, ну не кофе будем делать. Хочешь кофе сделаем? Я хочу. Я тоже. Ну давай баблить уже. Я хочу побаблить немножко. А ну сделать вот так вот еще. Чтобы бабл был... Давай. Начинаем с того, что мы делаем в шарике. Открываем бутылку пива. Да. Ну, у нас нет, крошки. Мы начинаем с того, что мы едим сухинчичек, кстати говоря. Вот с этого мы реально начинаем. Я не умею. Я слышу, что можно как-то... Ань. Аня! Зуб. Ёкарн, ты бая-бая. Браво. Ну я не могу. Ну открыла две бутылки пива. А можно открыть? У нас просто рецепт сегодня на телефоне Анюты, потому что на мой мы снимаем, как-то странно, да? Сейчас мы будем делать шарики для бабл-чая. Я не понимаю, это по вкусу будет то же самое, что это пиок или нет, но как будто бы, скорее всего, нет. Первое. Измельчите воднородную массу ягоды, сахар и воду. Продрите пюре сквозь мелкое сито. Вот мы вот этим образом это только что сделали. Вам советую сделать так же, чтобы как-то не париться с этим элементом. Просто-напросто взять дробленые... О! Они еще открываются легко. Дробленые ягоды с сахаром. Так, далее. В небольшой миске смешайте пюре с половиной крахмала. Ложки столовой, это что? Столовая-то большая. Нет. Да. Реально? Да, вот это столовая. Да ты что? Разблокируй-ка, пожалуйста. Я думаю, нам стоит сделать какой-то тост, давай. За бабл чай. За бабл чай, и чтобы он у нас вышел потрясающим образом, а не тужит. Аня, а вот это вам... Че это такое? Поменять. Да уже все уж, да уж. Всегда возьму. Худшее мы себе забыли. Ну я не могу прям, ах... Ну да, героиня, да, я герой, и че тебе? Я не могу предоставить, если все кайф. Я тоже, мы зависимы. Я забыла. Что мы делаем? Мы берем 5 столовых ложек, короче, вот это... Ой. Это и масс. У меня такая штука тоже есть. Так это протертые ягоды, но это не варенье. Да, но это что такое есть. У тебя варенье. А-а. Докажи. Покажи, это не то. Давай, ты... У тебя варенье. Покажи ребятам варенье вот это. Это не варенье, зайчик. Забуду, какая ложка варенье. Ты конфетюр из черники с пониженой килограмм. Это конфетюр. Да, это не протертые. Ну, че. Ну все, короче, пофиг, ладно. Давайте, 5 ложек добавили. Добавляем... Это тоже джем. Это не джем. Это джем. Добленная малина с сахаром. Добляйте джем. И свежесобранные ягодки. Ну, берем джем. Вот, ловлю как малинкой. Подумайте, затыли. Это натурально. Нет, кто просто брал. Так, и берем еще 3 ложки крахмала с горкой. Нам нужно добавить. 3 ложечки крахмала. С горкой, кстати, крахмала. Ну, не могу, Котя, ты сейчас все разрушишь. Ну, не придум ты тоже, да? Эти вот наговорки на меня. Я все могу вообще. Если захотеть, как известно, можно в космос полететь абсолютно легким образом. Легким, да? Ну, конечно. Я тоже хочу помешать. Мы перемешиваем. Крахмал и ягоды. Я опять забыла поговорить. Далее. Сейчас нам нужно будет эту массу, да, я вот так из гор говорю. Эту массу нам сейчас нужно будет поставить на одну минуту в микроволновку. Каждые 15 секунд надо перемешивать наше тесто. Этакое. Давайте же поставим нашу массу в микроволновочку. Крутые у нас будут шарики с копеок. Так, пойдемте, пойдемте. Ставим на минутку. На 15 секунд. Не, на минуту каждые 15 секунд надо перемешивать. А можно на 15 секунд. Ну, надо 15 секунд, наверное, каждый перемешивать, потому что она сварится, взять, за минуту. Мне кажется, так надо, зай. Каждые 15 секунд перемешивать написано. А ты сказала на минуту ставить, а потом каждые 15 секунд. Мешать еще одну минуту теперь. Класс масса. Масочка, масочка. Не хочешь масочку сделать для лица? А давай. Ещё на 15 секундочек. На вкус очень плохо. Смотри, что оно уже горячее очень. А почему сухинчить оказалось в микроволновке резко? Там ничего не было. Ну-то прошла. Такая вот масса у нас получилась. Нам нужно в эту массу добавить сейчас ещё 3 ложки крахмала. Но Аня игнорирует этот момент и говорит, что нужно отстудить нашу массу. Давай добавим 3 ложки крахмала и посмотрим, как будет себя вести наша масса. Рецепт придуман не просто так. Так, добавляем в массу 3 ложки с горкой. Как бы вам так показать? Крахмала. Раз. Два. Смотри, как будто можно ещё чуть-чуть, да? Есть ли? Ещё не написано. Ой, да? В холодильник, кстати, тоже не написано. Как-то по рецепту решилась всё резко, да? Должна быть консистенция теста, чтобы мы смогли делать шарики. Давай попробуем поставить на 10 минут в холодильник. И потом ещё как будто крахмал добавить. Давай попробуем. Пока мы ждём как 10 минут в холодильнике остывает нашу массу, мы решили поболтать с Анютой. Пишите в комментариях, кстати, готовите ли вы правильно с нами в бабл-чале, просто смотрите. Давай ты сегодня, котя, побудешь моим психологом. Здравствуйте, что у вас случилось? Здравствуйте. Я хочу полностью изолироваться от общества. Я смотрела ваш стрим, вы сказали, что хотите там стать хикой, или как бы там это ни называлось, да, в современном вот этом подростковом обществе. Дело в том, что общество затягивает меня в эту пучину веселья и постоянных вечеринок. Я не могу делать то, что я хочу. Вам же это нравится? Это наглый-наглый блеф. Нет. Да. Так блестит плечо, вау. По-моему, что я в хайлайтере всё. Мне это иногда нравится, но мне не нравится, что я забываю о своей жизни. То есть тебе не нравится, что ты забываешь муж на ты, да, как-то можно перейти уже эту грань? Нет, да. Я как-то хочу изолироваться просто от общества и понять себя. Ты считаешь, что ты мало стримишь, правильно? Да. У нас уже психологический подкаст начался. Ты думаешь, что если ты перестанешь общаться с нами, да, потеряешь своих друзей, то ты просто-напросто начнёшь работать намного чаще. Но из этого, да, выпадает ситуация, такой момент. Знаешь, Адинь, ты однажды сказал. А подожди. Да послушай, потому что один накоборон. Я закончила. Один накоборон. Один накоборон этого. И всё вытекает просто-напросто из того, что да, ты начнёшь стримить, да, ты начнёшь зарабатывать. Зарабатывать больше средств. Но, Аню, да, но зачем тебе это надо? Вот куда ты будешь тратить все эти свои деньги, сидеть дома? Это никакого веселья, никакого провождения прикольного времени. Вы говорите, зачем мне деньги, если их не с кем тратить? Вот именно. Ну. Как сказал мне один дед накоборона, семья превыше всего. А только потом работа. Ну. Ну, чёрт побери. Я хочу работать. Ну, к чему мы пришли? К какому-то заключению мы пришли, финально. Я перешла в Екатеринбург. У тебя всё хорошо, ты просто гоняешься. Мне кажется, что тебе нужно просто выделять в неделю, например, два дня, когда ты будешь сидеть дома. А ты хорошо придумала. Ну. Ты будешь продумывать свои какие-то планы на день. Хочешь, типа, списывать стримы, например. Делаешь списание для стримов, для своих планов. И просто неделю придерживаешься им. Чтобы тебе в остальные дни дополнительно об этом не думать. Если честно, у меня тоже кризис. Если честно, у меня тоже творческий кризис. Но такой темы нет, а у меня он есть. И плюс у меня кризис среднего возраста начался. Потому что у меня скоро день рождения, у меня скоро 23 года. И я хочу заколоть всё лицо ботоксом. Все начнём с этого. Сегодня мы проводим блиц-опрос. Небольшой опросник с несколькими questions, которые будут интересно узнать вам и нам. И я бы хотела сегодня Екатерина вам задать вопросы. Готова ли вы вообще ответить на них? Ну, конечно же, я готова на них ответить. Отлично, тогда давайте начнём. Расскажите свои планы на ближайшее будущее. Чем хотите заниматься, чего хотите достичь. То есть три главных топ-цели в этом году. В этом году моя первая цель – получить хотя бы одну рекламную интеграцию. Это главная цель на весь год. Вот вторая цель – переехать. И третья цель – проводить хорошо время и не загоняться в депрессию. Вот эта цель моя тоже. Окей, что ваш... Так вот, мы ждём нашу... Мы ждём нашу рагу из холодильника. Такая уже 10 минут, как будто бы прошло. Как будто бы можно и без опросика, да, уже и выйти. Можете ли вы с уверенностью сказать, что вы счастливый человек? Мы идём доставать наши ягоды с крахмалом из холодильника. Что там? Ну, вот такая вот. Тестообразная или нет? Нет. Давайте добавим тогда ещё крахмала. Мы добавили ещё вот такое количество крахмала. Две столовые ложки, потому что у нас не получается тестообразная ситуация. Мы хотим лепить всё-таки шарики. А их варить надо будет? Да. Стол нужно протереть и наверх положить немного картофельного крахмала, чтобы мы смогли лепить. Видите, я уже сняла все кольца, кстати говоря. Сейчас будем лепить шарики в тепеоке. Анюта решила взяться за эту грязную работу. Меня это очень радует. Мне кажется, в сухинчиках, кстати, есть какая-то как будто штука зависимость придает, потому что их невозможно снять. Они там сто процентов вкусовые эмульгаторы, усилители вкусов. Не придумал. Малкоманов делают из нас. Пока мы делаем шарики, надо в кастрюлю залить воды и поставить её на плиту, чтобы вода кипела. И потом в кипящую воду мы положим эти шарики. Аньке уже надоело. Здесь она уже по-добрым образом, да, каким-то подобным делает. Уже шарики у нас тапелочные. Так делается быстренько. У нас закипела вода в кастрюле. Мы сделали вот такое количество шариков. Мы решили всё пока не делать. Много, да. Ай, ёкар ты, паба. Вытираем быстренько плиту в темпе. По чуть-чуть закидываем. Вот так нужно продержать шарики. 20 минут через 20 минут встретимся здесь. У нас какой-то кисель получился. Анюта пробует. У нас уже готовы шарики. Они выглядят как желем. Мы не уверены, что это будет очень вкусно, но попробовать мы в любом случае это, да, обязаны. Вот такой вот у нас желеобразный мой. А, ну сейчас мы будем вылавливать шарики и добавлять их. Мы добавляем шарики тапиоки в холодную воду, чтобы они немножечко остудились. Это не тапиок, простите. Крахмальные шарики добавляем. Такой, да, момент мы пытаемся. Это похоже на огромных набухших клещей. Да чё, клещи просто наелись. Вот они. Мешаем. Снизу выглядит неплохо на самом-то деле. Сейчас мы сливаем воду. Вот такие вот у нас шарики получились. Мы забыли сообщить об одном ингредиенте, точнее я. Что же за ингредиент? Это чёрный чай. Эрл Грей, чёрный чай. Мы добавили туда сахара, чтобы было поприятнее. Вообще надо лёд добавить, наверное. Лёд надо, точно. Ещё добавлю чуть-чуть молочка в этот чай. Почему? Потому что иначе у нас треснут стаканы. Сплавится. Делаем дальше. Мы берём. Вот так вот заливаем молоко в лёд с баблами. И мы добавляем чай. И мы добавляем чай. Итак, наши прелестные напитки бабл-чай готовы. Вот так они выглядят. Вот тебе трубочка. Держи кольца. И мне трубочка. Спасибо. Сейчас будет проба. Вообще мне напрягает то, что через эту трубочку баблины не пройдут. Не пройдут? Они прилипли все к дну. Чуть-чуть, возможно, прилипли. Давайте пробуем. Я один баблик вытащила. Чай вкус. Вкусный, но непонятно. Не, отмена. Не вкусный? По баблам вообще отмена. Чай ничего реально. Неплохой. О, пробую бабу. Слава богу, что через трубочку не проходят эти баблы на самом деле. Я не знаю, это какой-то провал. Это просто провалище. Напиток полный провал. Ну нет, как бы молоко с чаем вкусно. Но баблы получились не очень, как будто бы очень много крахмала. Они просто как пластилиновые по вкусу. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они внутри были желейные, прикольные, как тэпиок, как минимум. Но здесь они... Кто и думала. Ну, блин, кто знал, ребят? Ну, простите. Давайте как-то уже с вами прощаться. Да, вот этот момент у нас не получился. Ну, с кем не бывает. Уже как будто пять часов прошло, мне кажется. На самом деле, как будто часа два. Часа три мы это готовили. Ребят, напишите в комментариях, может быть, вы попробовали это сделать, у вас получилось. Или вы до этого пробовали делать бабу-чай. У вас есть какие-то потрясающие рецепты. Не забудьте, разумеется, поставить лайк под этим видео. Подписаться на канал. И колокольчик сделать серым. Да. И написать комментарий. И подписаться на все социальные сети, которые указаны в описании под этим видео. Спасибо, Анюте, что пришла ко мне на канал. Поддержала, да, какой-то мой момент вот этого характера. Все, ребят, всем пока. Всем пока. Присматриваю через вазу. Хорошо ли тебя видно, потому что ты так активно двигаешься, да? Пол лица, надеюсь, там картина именно такая. Хорошо ли тебя salvation.